Друзья, всем привет! Мы на Warface Open Cup на очередном выпуске замечательного чемпионата, который для многих игроков, комьюнити, организаторов, это как праздник киберспортивный. Сейчас пообщаемся с представителями команды Коварные. В прошлый раз, вы помните, я их окрестила Ковайными. Вот, как бы, можете посмотреть Ковайных ребят. Это глава клана и капитан команды. Представьтесь, пожалуйста, по одному, чтобы... Меня зовут Максим, Ник Калампай, глава клана Коварный, как было озвучено до этого. Ну, все, в принципе. Бетнев Денис, Ник в игре, Школоник. Расскажите, что вам за противник сейчас попался, какая ситуация в сетке, желанный, нежеланный противник, и как вы с ним планируете бороться? Думаю, они не увидят до матча это интервью, поэтому можно рассказать так примерно. Кто? Ну, у нас, на самом деле, сейчас, то есть, организаторы распределили сетку так, что мы заранее, заблаговременно знали, с кем будем играть. То есть, это либо Arena Stars, либо Рокеты. Вариантов было меньше, соответственно, больше было вариантов на подготовку и так далее. Их знаем прекрасно, с ними играли много, тренировались, знаем лично, ну, сдружились. Знаем, что, в принципе, любят, озвучивать мы это не будем, естественно, на широкую публику. Знаем, что не очень любят. Ну, они очень мобильные, команда сильная, играют практически все. И я уверен, что на любой карте с ними будет непросто. На любой абсолютно. Ну, я хочу сказать то, что результаты жеребьевки были абсолютно нежеланными для обоих четырех команд. Ой, для всех четырех команд. Понятно, в общем, никто недоволен остался. Но, тем не менее, наверное, все-таки вариант того, что вы заранее знаете противника, он более удобен для гиберспортивного формата. Согласны? Ну, это да. Но дело в том, что на тренировочном процессе, в ходе этого процесса, соперник изучает параллельно и нас тоже. Он привыкает, адаптируется к нам. И, в принципе, было бы, может быть, более даже интересно встретиться с Ареной, потому что с ними никаких тренировок, ничего такого не делали. И рокеты знают нас, знают нас очень хорошо и знают нас так же, как и мы их. Поэтому тут надо импровизировать, придумать что-то уже новое. А времени очень мало сейчас до игры. Вот, думаем, сидим. Ребята очень переживают. Мне ничего сказать. Окей. Да, ничего сказать. Ладно, мы сейчас тебе вопрос придумаем. Но сначала вот хотелось спросить, как раз как у главы клана, почему играют одни и те же? У вас же наверняка там по несколько сотен человек в клане, да, дарования. А ездят одни и те же, остальные все ленивцы у вас не умеют, не продвинулись настолько хорошо? Очень тяжело, очень тяжело донести до ребят, что тренировки, грамотный подход к тренировочной сессии, проведение этой тренировочной сессии, вот это залог, в принципе, успеха. Но люди в основном собираются, считают, что там один-два часа в день, и этого будет достаточно для того, чтобы добиться какого-то успеха. Зачастую этого не хватает, как показывает практика. Команды отлетают на слишком ранней стадии турнира, опускаются руки у игроков. Ну и в итоге потом состав расформировывается. Я это активно пытаюсь донести до других наших составов. У нас их 12 было, потому что у нас еще есть другой клантег с Эванхитс, и мы параллельно лоббируем интересы этого клантега. Лень, наверное, лень, скорее всего. Лень, отсутствие какого-то, может, времени, кто-то работает, не у каждого получается времени посвящать столько, сколько они хотели бы. В первую очередь, наверное, влияет это. Второе, конечно, может быть, личные амбиции, да. Кто-то не хочет выходить на какой-то серьезный профессиональный уровень. Кому-то просто игра, она в удовольствие, чтобы поиграть, пройти, да, чисто just for fun, да, можно так сказать. Вот, и все. Достаточно большой объем людей, которые именно таким образом относятся к игре. Вот. То есть, получается, чтобы выйти все-таки на такое мероприятие, ты должен быть дисциплинированным как спортсмен, да, то есть киберспортсменом в душе и идти к цели. И тренировки, 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 тренировки. Сколько, вот, например, ты тренируешься в неделю, в день? Ну, командой мы тренируемся по 3-4 часа. Личные тренировки меня занимают сейчас мало времени, потому что первое время хотелось очень выйти на ЛАН, и поэтому на это больше времени уходило. А сейчас я делаю акцент только на команду, а не на свою личную игру. Ну, моя личная тренировка занимает примерно 2 часа. А для чего личная тренировка нужна, если у вас командная все-таки дисциплина? Ну, все-таки, если я не буду развивать и совершенствоваться, то, грубо говоря, я буду выделяться из команды, потому что буду показывать только плохо, плохую игру показывать, если не буду тренироваться. А помогают в тренировках, в подготовке, просмотры видео, каких-то ютуберов, может быть, даже что-то они новое тебе рассказывают? Блогеров, которые как в прессу приехали на ЛАН? Нет, я их не смотрю. А видео именно, например, ваших игр, бывших, прошедших, вы смотрите их? Да, конечно, так легче смотреть на ошибки, которые мы совершили, и убирать их, играть без них. То есть вы разбираете ошибки и таким образом тоже тренируетесь. Понятно. А сколько вообще лично ты играешь в Warface? Сколько времени или сколько в день? Сколько лет. Лет? Я думаю, два с половиной года. И сколько тебе понадобилось для того, чтобы выйти на такой киберспортивный уровень, как поездки на ЛАН и потом еще и роль капитана команды? Ну, так как я самый молодой игрок, то я сначала просто играл и знал, что пока что мне еще рано, я просто по факту не смогу пройти. А потом, когда мне исполнился подходящий возраст, то я понимал, что нужно сейчас прям приложить все усилия и пройти. И так получилось. А сколько тебе лет? Мне 14 лет. 14 лет и капитан команды. Как вообще это ребята выбирали? Почему у вас лидер такой молодой? Все качества он рано для этого проявил или еще какие-то? Он вызвался, он сам проявил эти лидерские качества. Он был вторым координатором в прежнем нашем составе. То есть он подхватывал, когда основной координатор проседал. Мы, в принципе, знаем, как он может координировать. Есть определенные минусы, конечно, когда он, бывает, бросает координацию. Но это чисто уже психологический фактор. От этого никто не застрахован. Верим, верим в него. Может. У парня вообще огромный талант, огромный гандикап, огромный запас. Он еще многих удивит своей игрой, своими рашами, выходами и так далее. Я уверен в этом. Сильно большая ответственность на тебя возложена? На тебя не давит никаким образом? Я считаю, что ответственность есть, но она не такая огромная. Потому что я ее сам взял на себя. То есть если сам вызвался, то у тебя уже никакой ответственности. Понятно, логика. А у вас вообще молодая? Вот сейчас состав молодой на лане выступает? Состав молодой. Это от, получается, 14 лет и до 18 лет. Да, где-то так, получается, 19 лет. И я как игрок замены, как менеджер. Мне 36, я уже, как сказать, старичок уже. Но все равно мне это интересно. Я вижу, когда... Мне радость дикую заставляет, когда у ребят горят глаза, и они добиваются чего-то. Это классно, на самом деле. Жадные для соревнований. На такой уровень. Да, да. Именно. А, ну вот, получается, логика такая, что тренироваться и серьезно выступать могут те, кто еще учится, кто работать не пошел, не обзавелся, семьями, да? То есть только... Ну, у нас, как показывают, опыт прежних ланов и этого лана, да, то есть контингент есть и постарше, да, есть состав беспонтов, там ребята достаточно такие уже по возрасту, и в арене тоже есть. Так что тут, в принципе, это все индивидуально, смотря какой род деятельности. У кого-то учеба, он прекрасно совмещает учебу с игрой, и, в принципе, все гармонично у него в этом плане. Самое главное, как игрок, чего он хочет, его личные намерения, амбиции. Если человек хочет чего-то очень сильного, он в любом случае, хотя бы, если не добьется, то он максимально приблизится к этому. Да, действительно. А как эти отборочные были какими-то эпическими? Там были сплошные сюрпризы какие-то, сплошные сенсации? Ваши отборочные как прошли? Гладко или вы тоже чудом попали на лан? Отборы прошли космически вообще. Вернее, эпогеи этих отборов, то есть концовка, потому что изначально, ну, все шло по накатанной, выход по квоте в мастер-лигу, играли в мастер-лиге, чуть-чуть начали, конечно, на расслабоне, скажем так, жаргона, потом начали набирать обороты, вышли на пик формы под конец мастер-лиги, набрали очки, вышли в стыке, в стыках. Первый соперник, мы знали, что будем играть с ним, готовились, прошли хорошо, а вот состав Инсиверта, достаточно сильный был соперник, и на фабрике мы там проигрывали 10-5 и сделали просто невероятный камбэк, забрав 7 раундов подряд, к ряду. Я со многими ребятами разговаривал, они говорят, мы даже на памяти, со своим, даже не помним таких камбэков, говорят, это на таком уровне, это если бы было бы какой-нибудь 1.16 или 1.32, это один разговор, да, а когда эта игра за выход на лан, и когда заведомо команда одна очень сильно везет другой, а потом эта команда начинает вести наоборот, то есть это ненормально, это нелогично, и поэтому для меня в том числе это было диким сюрпризом, да, такая игра, и вдохновила, скажем так, это и ребят всех, и да, и на лан мы сейчас выйдем, там все сделаем как надо. В общем, заряжены все, все заряжены. А заслуга все-таки ваша, вы считаете, в этом матче, или все-таки противники тоже там сплоховали? Ну там на самом деле Инсиверт, наверное, слишком, ну, отсутствие вариативности, может быть, в решениях тактических, потому что они делали одно и то же, то есть не пытались забрать однерку на фабрике в нападении, шли на двойку, ставили там плент наши, его выбивали, все слишком было прозаично, ну, наверное, может быть, просто, не знаю даже из-за чего, это, наверное, им надо задавать вопрос такой, я не буду никаких... У тебя есть версии произошедшего матча? Ну, она совпадает, в принципе, с версией Максима. И вы тоже, и ребята одно и то же дело? Могли расслабиться, потому что я поправлю, счет был 2-7, но изначально мы проигрывали 2-7. И они понимали то, что им остается очень мало раундов, и как бы команда из старых опытов игроков, и они могли понадеяться на свой, на свой старт, так сказать, знания, опыт, скилл, и забрать эти 4 раунда на спокойной игре. Спасибо большое, ребят, за интервью. Очень много нового узнала для себя о дисциплине и об отборочных, тоже покрасочнее рассказали. Желаю вам удачи на будущих выступлениях. Если победите, вас ждет еще одна такая беседа на камеру. Вам спасибо, вам спасибо большое. Да, в заключение, может быть, хотите что-то комьюнити или приветы передать? Ну, организаторам, опять что, у нас вообще очень, это было так круто, когда мы узнали, что опять будут возобновляться лан, лан-финалы, да, вот прежний лан, этот лан, большой объем работы, я вижу, как это все изнутри делают, как они все бегают, как все это переживают, дикий объем работы делают люди. Очень все это лестно, когда это все делается для нас, и мы, соответственно, тоже свою игру будем показывать максимально, на что способны. А конкретно, ну, наверное, клану Seven Hits, это наш второй клан Tech, который мы создали недавно, и основному клану Коварный, очень много хороших, перспективных ребят, я думаю, что в ближайшее время раскроются. Так что всем пиз, терапевт, крепись, все будет хорошо. Я бы хотел передать привет Вичку. Витек, ты вечно живой. Спасибо.